У меня на тесте оказались две модели наушников компании SBS Mobile. Это вот такие вот, на мой взгляд, довольно традиционные Runway Flexi с заушной конструкцией и полностью беспроводные наушники с зарядным кейсом TwinBuds Pro. В сегодняшнем обзоре буду делиться впечатлениями после тестирования этих наушников. Ну что ж, погнали! Давайте начнем с Runway Flexi. Поставляются в небольшой картонной коробке. Внутри можно найти сами наушники, сетчатый мешок для переноски, кучу макулатуры, провод зарядки и сменные амбушюры. Корпус наушников сделан из приятного на ощупь soft-touch пластика. Все элементы управления расположены на правой чашке. Кнопка включения-выключения также отвечает за play и паузу. Начало и окончание разговора, а кнопка увеличения и уменьшения громкости может также переключать треки. На нижней части расположен порт зарядки microUSB, который закрыт заглушкой. Рядом отверстие микрофона и светодиодный индикатор. Чашки соединены эластичной дугой. В районе ушей есть специальные уплотнения для увеличения комфорта заушной посадки. Наушники оснащены батареей на 80 мАч и могут проработать до 6 часов в режиме разговора и прослушивания музыки на средней громкости. Зарядка займет примерно 50 минут. Соединяются с устройствами по стандарту Bluetooth 5.0. Несмотря на то, что визуально наушники выглядят довольно громоздкими, на самом деле они вполне легкие. Это всего 15 грамм. Из-за того, что у них довольно длинный звуковод отходит от чашек, он глубоко проникает в ушной канал. Ну, по крайней мере, в мой. И посадка наушников на голове очень плотная. Сюда еще добавляется то, что они заушной конструкцией. Это дополнительно улучшает посадку на голове. Душка, которой соединены наушники, она эластичная. И что самое интересное, когда вы надеваете наушники, она не торчит сзади. Довольно неплохо прилегает к шее. И совсем не мешает. Во время бега наушники очень комфортные. Они надежно сидят в ушах и не вываливаются. Но здесь есть нюансы. Из-за того, что они довольно сильно выпирают из ушной раковины, с шапкой носить их не очень комфортно. А вот с кепкой и очками довольно хорошо. Кнопки на правой чашке не очень сильно выпирают из корпуса. Но, в принципе, привыкнуть к их расположению довольно просто. И когда ты уже привык, можно без проблем нажимать вслепую и не промахиваться. У кнопок есть отчетливый щелчок при нажатии, который дополнительно показывает тебе, что ты, собственно, произвел действие. К кнопкам и комбинации управления привыкнуть можно довольно просто. Я думаю, что хватит одного дня использования наушников, чтобы уже без проблем вслепую не задумываясь выполнять то или иное действие. Решение с кнопками в спортивных наушниках, на мой взгляд, самое удачное. Потому что здесь нету каких-то моментов, связанных с тем, что ты промахнулся и нажал не туда. Ты вот нащупал кнопку, нажал и точно совершил действие. Ну и нету каких-то ложных срабатываний или проблем с тем, что у тебя мокрые руки или руки в перчатках. И поэтому сенсорная панелька, она не реагирует на твое касание. Единственное, что если использовать перчатки, с этими наушниками кнопки здесь все-таки, ну, довольно небольшие. И перчатки в этом случае должны быть, на мой взгляд, максимально тонкими. Переходим к TwinBuds Pro. Наушники также поставляются в небольшой картонной коробке. Внутри можно найти сами наушники в зарядном кейсе, кабель зарядки, сменные амбушюры. Ну и инструкцию. Наушники оснащены батареей на 35 мАч, а зарядный кейс на 300 мАч. Заряжается при помощи кабеля USB Type-C. Кейс помогает не только удобно переносить наушники, но и может несколько раз перезарядить их, продлив срок работы. Соединение с устройством происходит при помощи Bluetooth версии 5.1. Все управление происходит при помощи касаний по корпусу. Это работает как на правом, так и на левом наушнике. Однократное касание работает как Play, Stop, Ответ и отключение звонка. Длительное нажатие на правый наушник переключает вперед, на левый назад. Быстрое двухкратное нажатие по правому наушнику увеличивает громкость, по левому уменьшает. Вес наушников вместе с кейсом 34 грамма. Один наушник весит 4 грамма. Корпус наушников сделан из твердого гладкого пластика. Благодаря тому, что у наушников довольно длинный звуковод, собственно, как и в предыдущей модели, они довольно плотно проникают в ушной канал, и посадка вполне надежная. Я использовал наушники с дополнительной вот такой вот насадочкой силиконовой. По моим ощущениям, она улучшает посадку, но здесь все связано с тем, какое у вас ухо. И я думаю, что, конечно же, она подойдет не каждому. Это нужно уже пробовать. 4 грамма в ушах фактически не ощущаются. Единственный момент, что из-за такой глубокой посадки может быть небольшой дискомфорт в ушной раковине. Но, опять-таки, это уже индивидуальные особенности, и у каждого наушники будут сидеть немножко по-разному. Собственно, управление при помощи сенсорной панели в наушниках реализовано довольно просто. К нему не нужно долго привыкать. Единственный момент, вот как только ты привык к расположению наушников в ушах, ты уже точно прикладываешь палец туда, куда нужно. А до этого момента, ну, я вот часто промахивался на тренировке. Пару раз во время бега я просто задевал слегка наушник рукой и попадал вот по этой сенсорной панели и, собственно, ставил музыку на паузу. Думаю, с этим моментом, ну, нужно будет как-то смириться, потому что никак не отключить вот это вот сенсорное управление на панельке. Ну и стоит учитывать, что в перчатках управлять наушниками тоже будет довольно сложно. Так как наушники маленькие и не сильно выпирают из ушей, их можно без проблем использовать с шапкой. Соответственно, с кепкой и очками тоже никаких проблем здесь не будет. Стоит сразу сказать, что в обоих моделях наушников есть голосовое сопровождение и приятный женский голос говорит нам о том, какое действие мы совершили и сколько заряда в наушниках осталось. И хотя в наушниках используются разные версии Bluetooth, здесь 5.0, здесь 5.1, чисто субъективно скорость сопряжения со смартфоном и стабильность соединения, ну, она одинаковая. Обе модели наушников относятся к бюджетному сегменту, поэтому какого-то выдающегося звука ждать от них не стоит. Тут все довольно средненько, без изысков, но для разговора по телефону, прослушивания подкастов или музыки в дороге подойдет. Для бега я бы использовал данные наушники очень внимательно, все же они довольно плотно сидят в ушах и хорошо изолируют от внешнего звука. Никаких режимов прозрачности тут нет и есть риск попасть в неприятную ситуацию на дороге. У этих двух моделей есть свои плюсы и минусы. На мой взгляд, я бы использовал Runway Flexi именно на спортивных тренировках, потому что они очень хорошо себя показали во время бега, очень плотно сидят в ушах. Управление при помощи кнопок здесь, на мой взгляд, как я уже говорил, оно намного надежнее, чем сенсорное управление. Но они довольно сильно выпирают из ушей и поэтому использовать с шапкой их не очень удобно. В повседневном использовании, на мой взгляд, они не самые удобные. Плюс здесь используется старый разъем зарядки, это micro USB и это уже в данный момент, я считаю, минус. Ну и из этих вот двух вариантов Runway Flexi самые дешевые. TwinBuds Pro более универсальны, они намного плотнее сидят в ушах. Их можно с комфортом использовать как на тренировке, так и в повседневной жизни. Плюс у них есть зарядный кейс, который может значительно продлить срок службы наушников, да и в нем, в принципе, просто намного удобнее их переносить. Ну и у наушников более продвинутая версия Bluetooth это 5.1. Единственное, сенсорное управление на тренировках не очень удобно, но это, так сказать, на любителя, потому что и к нему можно привыкнуть. Ну и так как TwinBuds Pro более продвинутые наушники из этой пары, они стоят дороже. Но, конечно же, не стоит забывать, что самым большим плюсом является то, что всегда есть выбор. Можно взять одни или другие наушники, посмотреть, какие удобнее и выбрать именно то, что нужно вам. С удовольствием почитаю ваши комментарии про спортивные наушники, пишите, какой из форм-факторов вам больше нравится, в чем сами бегаете. А с вами был Кирилл Цветков, обзоры спортивной экипировки. Всем бег, пока!